Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале «Приют Ангелов» С вами Народный Батюшка Мира и добра вам от Пресвятой Троицы Уже несколько раз слышал от нашего президента А так как его речи каналы еще и многократно повторяют Вопрос, что это за правило, которое требует выполнять Америка, Европа Некие такие цивилизованные, как они себя называют, страны Кто их установил? И у меня, на мой взгляд, есть ответ на этот вопрос И он кроется в философии XIX века Поскольку именно в XIX веке, даже, можно сказать, во второй его части Наконец-то были сформулированы общечеловеческие или общесоциальные идеи Которые в дальнейшем начали развиваться, в том числе и на практике И которые оказались для человечества в большой степени болезненными До того, как они были сформулированы в различных религиях, в различных философских течениях В различных учениях, в том числе древних, греков и так далее Они носили частный характер Поскольку не было средств массовой коммуникации Которые распространяли бы их достаточно широко В том числе и спускали в так называемые массы народа Массы же народа были отделены от общей информационной системы Больше того, мы знаем, что в России в XIX веке вообще установилось правило Что высокое общество говорит на французском языке А низкое общество говорит на русском языке Ещё более низкое, на матерном языке, изъясняется И этот разговор на французском языке был для того, чтобы Когда всё-таки появляются высокоумные люди Люди чистого разума среди этого народа Они могли говорить на своём языке и их не понимали В конце XIX века мы с вами видим Томаса Гёксли Это учёный, энтомолог, геолог Ну, в общем, большой хороший исследователь Очень такой популярный Который взялся Дарвина объяснить для человечества Мы же с вами сейчас в религии пытаемся отрицать дарвинизм Не всегда успешно Больше того, когда он внедрён через систему образования Отрицать его достаточно сложно Поэтому идёт религия немножечко и другим путём Признавая, что есть некая такая всё-таки цивилизация Которая ведёт к постепенному развитию Но она создана Богом Так вот, Гёксли, трактуя Дарвина и его систему видов Объяснял, что все эти виды формируются на основе борьбы за существование И доказывал, что зло – главный двигатель этого прогресса Точнее, зло – такая же часть добра, как и добро Так Гёксли утверждал Это у него появляется понятие «человек-животный» То есть это тот, который ещё не достиг чистого разума То есть осознание своего значения как божественного явления И он сравнивает человека-животного с высшим животным Которое достигло силы льва, хитрости обезьяны Лев-обезьяна Но это человек-животное Но дальше он доказывает, что этот человек-животный Тогда становится носителем чистого разума Когда осознаёт, что в космосе разрушения и созидания имеют одинаковое значение То есть добро и зло имеют одинаковое значение Я вам не буду, вы можете найти эту работу Гёксли И этика И в ней я вам только одну приведу маленькую фразу Которую он берёт у Ман Попа Такого стихотворца или поэта Но он ещё и учёный этот Поп Который здесь уже перевод есть его стихотворения Написал А поставят так Природа только неведомое тебе искусство Случай предначертаний, которого ты не можешь усмотреть Раздор, тобою непонятная гармония Раздор, тобою непонятая гармония То есть вот война, раздор Тобою непонятая гармония Поймёшь и тогда поймёшь, что это всё гармония Всё частное зло – лишь всеобщее благо То есть когда мы видим частное проявление зла То якобы для общего это является благом И вопреки заблудающемуся уму Вопреки его гордыне Одна лишь истина ясна Что существует, то разумно Что существует, то разумно Ещё раз Что существует, то разумно А что не существует – это уже другой вопрос И, конечно, у него выражается Это уже само выражение самого Гёксли Что есть душа добра в злых вещах Поняли? И за Томасом Гёксли пошла целая вереница Различных учёных, которые Либо опровергали его, либо Начали доказывать, что он прав И среди наших русских учёных Конечно, один из самых главных Кто, кстати, вот эту работу Которая называется «Анархия и её философия и идея» Это она точнее называет «Справедливость и нравственность» Написал Пётр Кропоткин Вот он как раз, прочитав вот это выступление Гёксли И выступил сам с вот этой речью Которая вот в такой книжечке публикована Как противоположное мнению о том Что природа зла в человеке естественна Она главная Которая даёт возможность прогресса За Кропоткиным Я не буду всех называть Но самым ярким продолжателем этой идеи Что добро должно быть главное в человечестве Как природные свойства человека Конечно, выступил Лев Толстой Лев Толстой Непротивление, зло-насилию Сделал главной идеей Причём, надо сказать, что эта идея была созвучна С достаточно широкими воззрениями В буддизме, в индуизме Нет, конфуцианство оно уже более агрессивно И он ведь переписывался с Ганди С Махатмой Ганди По-моему, восемь писем написали они друг другу И Ганди цитировал Лева Толстого Когда свою теорию именно того, что добром мы должны созидать свою страну Выдвигал Он так и считается Махатма – это святой Ганди И по этому пути Вслед за Кропоткиным Ведь в большой степени пошла интеллигенция Больше того, появились те, кто согласился Ещё был такой философ немецкий Мах Мах Который выдвинул теорию Что всё материальное, что мы с вами видим Это всего лишь одна энергия Из которой разной плотностью Сформированы разные объекты Которые мы только ощущениями познаём У нас вывод об этих объектах только из ощущений Но они все связаны общей энергии Общей, можно так сказать, идеей Ну, это, в общем-то, вполне религиозно И просто он на научный язык перевёл, на мой взгляд, идею христианства Что всё от слова, которое произнёс Бог Так вот, нашёлся тот, кто отверг это полностью Нет, сначала нашлись те, кто объяснили, что не всё Это Маркс и Энгельс Дальше них пошёл Ленин, который написал работу Материализм и эмпириокритицизм Я не знаю, читали ли вы её В школе мы пытались её немножечко изучать А уж когда приходили в высшие учёбные заведения Раньше всегда надо было её изучить И встать на сторону Ленина Но Ленин-то в ней что объяснил? Он назвал того же Гёксли Томаса Гёксли стыдливым материалистом Стыдливым, потому что он вроде как бы объявил Что вот высшая материя, применяя зло Делает добро Уничтожая низшие материи В которых зла больше, чем в высшей Высшей может в конечном итоге стать доброй Когда уничтожат всё зло Это очень похоже на эту шутку Что мы добрые, убьём всех злых И будет одно добро Вот примерно таким путём пошёл Ленин Который отверг вообще какие-либо Эмпирические связи То есть связи, которые указывают религии То есть от высшего существа к низшим Связи, которые указывает физика Что есть энергетические связи Тот же магнетизм По существу он отверг Как вообще некую идею общих связей Даже магнетизм в своей работе Материализм Считаю, что это всего лишь материя Которая таким образом притягивается друг к другу Мы не будем об этом говорить Просто к чему это всё привело Привело это к тому, что Гёксли обосновал Что нирвана И спокойствие Или отрешённость Которая есть у высших существ Заключается в том, что они не имеют Никаких привязанностей, связей И не страдают от того, что У кого-то что-то болит Или с кем-то что-то происходит Вот Ницше обосновал это Как высшего существа качества Что если ты не замечаешь Боли более низших существ Что если ты готов уничтожить Эти низшие существа То ты в принципе и есть высшее существо Ну а дальше мы помним Как Гитлер пришёл к выводу Что тогда есть необходимость Этих низших существ почистить И тем более, что теперь есть И богом посланное оружие Для уничтожения этих существ Перераспределения материальных благ Ведь Гитлер выступал Как некое божественное Он был признан высшим магом Он был призван высшим существом Как и Наполеон в своё время И уже не с материальной А с трансцендентальной точки зрения Шёл для того, чтобы установить добро Высших существ Уничтожив все низшие существа Которые являются злом Это вот эта линия Где взяли добро Как равное злу И зло как инструмент Установления добра В принципе Когда Ленин написал работу О материализме Он ведь какую хитрость сотворил Он объявил, что Материя, не связанная ни с чем Материальный объект В том числе и человек Носящий в себе свойства Является, грубо говоря, смертным И все его свойства Заканчиваются, когда ты его Ликвидируешь Или преобразуешь Поэтому Если ты имеешь Там, скажем, оружие Что у них сначала было Давайте уничтожим оружие Это у Льва Толстого Ленин почему и написал работу Лев Толстой как зеркало Русской революции То есть Лев Толстой Как раз добро пытался Установить этой революции Но Ленин эту революцию Направил в сторону материализма Где объявил, что И человек такой же Материальный объект Как стул, стол И все остальное И то, что он Бывает либо зло, либо добро Зависит только от его воспитания Как его воспитали И приняв за основу Что капитализм Является Формой воспитания Эгоистических существ Которые Качают Качают Из сил Паралитариата Себе средства Для ублажения Для шикарной жизни И так далее То В его теорию Входило очень простое Удали этот объект И больше оно Не будет Это существовать То есть Ни наследственность Ни Энергетика И так далее Здесь В общем-то Ни при чем В чем И Были против этого Те же самые Блаватская Гурджиев Рерихи Которых тоже Откритиковал Потом Ленин Что они тут тоже Про каких-то энергиях Они говорили Что никуда Ничего не уходит Зло не уходит При уничтожении Объекта В котором оно Находится Ну Мы-то с вами Можем на религиозном Языке Это говорить Что убивая тело Ты не убиваешь Бесов В этом теле Они как Были Так они В общем-то И остаются Поэтому Вот эта вся Теория Дальнейшего Что У нас Диктатура Пролетариата Кстати Очень интересная Вещь С пролетариатом Не знаю Знаете ли вы Но Были у нас Такие Богостроители Группа Богостроителей Тоже Они И газету Выпускали Появились Они в 1903 Году Эта теория Главным был Теоретиком Богданов Но в эту группу Входило Очень много Людей Которых Вы Знаете Луначарский Горький Красин Наши Ивановские Ну Можете Посмотреть Кто такие Богоискатели Кто такой Богданов Они Они тоже Были Махистами То есть Они Теорию Маха Воспринимали Но они Ее воспринимали Что Вот эта Божественность Она Может Находиться Только в материальном То есть Осуществляться Только в материальном В материальном Мире Ну действительно У нас И Адам Божественный Находясь в материальном Мире С 1917 По 1932 Год Была Главной Идеологией Большевиков Ну Частью Марксизма Частью РСДРП Была Пролеткульт Был Так вот Пролеткульт Это Установление Новой Религии Вот этого Божественного Существа Сообщества Под названием Пролетариат Которому Даны Качества Высшего Существа И этот Пролетариат Может решать Судьбу Любых Других Существ Поэтому Этот Пролетариат Как мы С вами Помним Легко Решал Судьбу Царя Князей Великих И всего Другого Класса Вплоть до В конечном Итоге Кулаков То есть Крестьян Которые Разбогатели Своим Трудом И так далее И тому подобное В 32 Году Можно так сказать Не стало Пролеткульта Потому что Основной его носитель Как раз Луначарский И Они Создавали Новую Религию Со всеми Святыми Этими Героями Я как-то Вам Рассказывал Что Районы Появились То есть Это Материализованная Форма Религии Где Рай А вот Он Рай Он Власти Это же Все термины Из Религиозной Можно так сказать Иерархии Власти Тоже Разные Районные Власти То есть В раю Сопровождающие Деятельность Этого Рая Власти Ну и так далее И тому подобное Поэтому Вот Эта линия Где Зло Главный Деятель Добра Она Проявилась В Ленинизме Дальше В большой Степени Она Проявилась И В Мао Цзэдуне Который Просто Ленинизм Воспринял Как главная Идея Ну у них Там еще Идея Энергии Что Действительно Носители Отрицательной Энергии Должны Быть Ликвидированы Правда Его после Дэн Сиапин Поправил В Китае Ну Вернее Смягчил Грубо говоря Поэтому Тоже В какой-то Степени Стало Это Но Что мы Сейчас то Видим Что за Правила Которые Устанавливает Та Сторона Или Тот Континент А Это Правило Томаса Гексли Право Сильного Решать Судьбу Слабого Право Злом Устанавливать Некое Добро Для кого? Для высших Существ Так Называемого Чистого Разума Для людей Чистого Разума Для Не Людей Животных Тех Кто Цивилизован И я вам Рассказывал Что такое Цивилизация Что такое Инфернальный Мир Который Они представляют В виде Сада Который Сами Все Подстригли Отрегулировали Сделали Все Красиво По их Стандартам Красиво А все Остальное Джунгли Мы Это С вами Слышали Недавно От Руководителей Евросоюза Поэтому Здесь Правило Очень Простое Зло Может быть Применено Для Установления Добра Для них Для тех Кто себя Назвал Этим Добром Кто Себя Посчитал Высшим Так Это Президент Америки Декларирует Что мы Лучшие Мы самые Великие Мы самые Вот и все Вот и все Сочетание На самом деле У нас В христианстве То есть Как раз Христос Учит нас Ненавидеть Зло Ненавидеть Зло Не носителей Зла А само Зло Носители Которыми Могут быть Люди Или еще Что-то Он Предлагает Любить И любя Уже Применять Те средства Которые Можно Для того Что Или нужны Для того Чтобы Этот носитель Не принес Нам зло К нам В государство Но я вам Объяснял Как Александр Васильевич Суворов Который Кстати Сейчас все время Звучит Что Вот Работа Работаем Работайте Братья Помните Этот Лозунг Есть И У нас Вон Висят Лозунги Что Это Обычная Работа На которую Призывает Солдат Суворов Просил Не называть Эта работой Обязательно Служением То есть Служащий Служащий Служивый И все остальное То есть Никак Не работник Потому что Работник Это раб Это тот Кто Работает По Повелению А Суворов Например Учил своих Солдат Быть Служащими Которые Беспрекословно Выполняют Повеление Более Старшего Потому что Делают это Сознательно Из любви К тому Деланию Из любви К тому Служению Которое Они Совершают Они Служат Господу У него Вот такой Даже есть У него Там такая Гора Или ступени Власти Где Разные Отношения С Богом У Генерала У царя У простого Солдата И вот таким Образом Он Объясняет Что солдат Служащий И солдат Носителя Зла Уж если Необходимо Убивает Для того Чтобы освободить Его от этого Зла Чтобы тело Его освободить От зла Я вам Помните Рассказывал Что он Учил Что Когда Штыком А не пулей Работает Солдат А пуля Чего там Пуля Действительно Дура Она То он должен Произносить Господи Помилуй Имея ввиду Не себя Что меня Помилуй Что я убиваю А что Того Кого Он штыком Колит Остановить Причем Остановить Не обязательно Убивая Поэтому Считалось Даже у него Что Укол В живот Который Останавливает Или укол В какой-то Орган В ногу Или еще что-то Который Останавливает Солдата Предпочтительный Почему В белых Штанах И выходили Чтобы кровь Потекла Больше его Не трогаем Больше его Не трогаем Поэтому Дорогие мои Когда Вы вслед за Президентом Задаетесь Вопрос А что У них За правило То Это правило Сильного Это Правило Где зло Может быть Использовано Для установления Добра Для высших Существ И Если уж Они так Решили Как высшие Существа Что Они Определили Кто добро Кто зло То уж Мы должны Как говорится Этому Подчиниться Совершенно Обратная Теория Именно Еще раз Повторяю У Кропоткина Которую На мой взгляд Сейчас И нужно Бы Государство Озвучить Поскольку У него Теория Это Как Если У Гексли Это Природное Свойство Человека Быть злым И только Надо Использовать Эту злость Правильно Управлять Этой Злостью Своим Интеллектом То как раз Кропоткин Доказывает Что Природное Это Главное Свойство У человека Взаимопомощь Взаимоподдержка Защита И мы с вами Видим Что Это Действительно В природе Так Но вот В этих работах Он это Очень хорошо Доказывает И Прекрасно После этого Начинаешь Понимать Почему Христос Сказал Что Царствие Небесное Внутри Вас Есть То есть По существу Кропоткин Доказывает Именно Это Что Не только Зло В нас Есть Как частные Свойства Действительно Защититься Человеку Если на него Что-то Нападает Но Есть Добро Как Коллективные Свойства Объединяться Помогать Друг Другу Когда На Наше Сообщество Кто-то Или что-то Нападает Точно Так же Как Волки Отдельно Живущие Друг с Другом Воюют Собираясь В стаю Не нападают Друг на Друга Вместе В этой Стае Работают Поэтому Давайте Дорогие Мои Понимать Что В нашей Сущности Есть Добро И Именно Добром Устанавливается Добро Я В этом Случай На стороне Льва Толстого Которого На мой Взгляд Вот именно Вот это Социалистическая Или Коммунист Большевистская Идея Тоже Уничижила Что Отвергнув Зачем Нам Добро Злом Мы Все Сделаем Ну Кстати Сталин Как раз И Луначарского Призвал И всех Остальных Это Осуществить Потому что Он Все-таки Религиозность Предпочитал Против Материализма Как Теперь Мы Понимаем Что Он Ее Вот в Этом Виде В новом Где Пролетариат Это Новый Человек Священный Человек Все Вот эти Организации Его священное Действие Это Новая Религия Ленин В Мавзолее Это Новый Бог Материализованный Бог Которого Он В Мавзолей Положил Ну и Сам Он Себя Видел Этим Богом Которого Тоже 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 Должны Были В Мавзолей Положить Поэтому На мой Взгляд Как раз Гармоничное Это Понимание Сейчас Заключается В Кропоткине Правильная Организация Воспитания И Деятельности В Проповедовании Его Внедрение Анархизма У нас Тоже Превратные Понятия О нем Тоже Те же Большевики Его Отвергали Потому что Анархизм Как раз Зла Не приемлет Он Свобода Приемлет По отношению К любому Человеку Если он Не нарушает Свобода Другого Нравственные Христианские Понятия Как Главная Этика И Главный Инструмент Взаимоотношения А не то Что мы Решили Что мы Умнее тебя И как хотим Так с тобой Поступим Что Нес в себе Материализм Социализм Развитый Социализм И так далее Развитый И весь остальной Социализм Говорил Что ты Рождаешься Пустышкой Это Ленинская Теория А уж Тебя Общество Воспитает Таким Как Вам Нужно Это Страшные Я бы Вам Так Сказал Вещи Звучали В то Время От тех Кто Занимался Вот такой В том числе И Пролетарской Идеологии Пролетарской Религией Дайте 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 Субъект Используется Используется Страной Ну Пытается Общая Общая Государственная Идеология Сделать Попытки Внедрить Религию То есть Православие Как Государственную Идеологию Они Изначально Были Тщетны Потому Что Материализовать Духовное Невозможно Без Самого Бога То есть Материализовать То что Хочет Бог Нашими Хотелками Невозможно То есть Отвергнув Участие Бога А только Мы Вот как Систему Установим Воспитаем Научим Ходи Молись Значит Выполняй Это Та же Самая Теория Вот Этого Пролет Культа Пролет Культа Внедрение Культуры Вот этой Которая У нас Имеется Или Сочетание Попытки Сочетание Культуры И духовности Которую У нас В стране Делается Где В Пасху То есть В масляную Неделю Ещё и Масленица И Богослужение Сначала В храм Потом Масленицу Славить Идём Вот Эта Всё Запутанность Она В конечном Итоге Приводит К тому Что люди Вообще Не понимают Что же Им делать Как же Им дальше Жить Впадает В депрессию И Главное Теряется Активность Те Кто хотел Чтобы этой Активности Не были Они Достигли Своего Результата Да Да Действительно Вот Там Я Сказал В ролике 72% Депрессии А мне Кто-то Из Врачей Говорит Да Нет Вообще-то 90% Имеют Те или иные Элементы Депрессии Ну это как Это все Общество Получается В унынии В смертельном Грехе Находится А как Ему Из этого Выйти Я думаю Только Осознав Что Общество Которое Идет Путем Христа Оно Носитель Добра И вот Этот цвет Внутри Вот эта Сила Христова Она и Должна Поднять Это общество Но на что На Духовно Нравственное Свершение А не материальное Как думалось Мы Церковь Привлечем Поэтому У нас Все предприятия Опять Восстанут У нас Дороги Построятся У нас Все остальное Нет Нет Если у человека Вот Это Зажжется Внутри Сила Христова Зажжется Внутри Ради Добра Тогда он Будет Создавать Предприятия Создавать Ну и При этом Я бы Не отверг В какой-то Степени И Богостроителей И идею Богостроителей Что Если уж Вы Рай Оном Руководите То знайте Что Здесь Православы Что Тут Айкумена Христиан Бога Носителей Внутри Себя Носителей Находится И Развить В них Вот это Божественное Добро Ваша Главная Цель Через Образование Через Культуру Через Управление Через Отношения С людьми В том числе Через Поддержку Церкви Как Полагается Ну К сожалению Как-то У нас Чиновниче Пошло Другим Путем У них Авторитарность Авторитаризм Появился Как основа Их Управления Потому что Так проще А я так Хочу И делайте Как я хочу Не будете делать Да мы будем Вас гнобить Нас Много А вы Один Вот так Все Здоровья вам Мои хорошие Будьте Добрыми Желаю Вам Добра Я вам Все время Горю Добра Вам От Пресвятой Троицы Поэтому Бог Помилуй Нас Аминь Троицы Троицы Продолжение следует...